Добрый день зрители канала Реал Конструктор Стас. Героем сегодняшнего видео станет дихлоретан. Это крайне ядовитое вещество и работать с ним необходимо в хорошо проветриваемом помещении и желательно в перчатках. Дихлоретан широко применяется в химической промышленности благодаря своим свойствам растворителя, а также в сельском хозяйстве. Перейдем к делу. У меня разбился футляр для штангена и сегодня я покажу вам как без использования суперклея, а используя только растворитель такой как дихлоретан, склеить пластмассу. Кстати, он клеит не только пластмассу, с такой же легкостью он клеит и орстекло. Перемещаемся на балкон и открываем окно. Первым делом проводим пробу на растворимость. Я уже проверял, но для вас специально покажу. Футляр растворяется. Далее идея такая, чтобы залить в трещины растворитель при помощи шприца. Для этого проверяем все части шприца, которые будут контактировать с дихлоретаном на стойкость к нему. Также проверим на стойкость скотч. Отлично! Все части шприца, даже резина, ну и конечно же скотч, устойчивы к дихлоретану и их можно применять для данного вида работ. Далее вставляю осколки в штатные места и заклеиваю футляр скотчем с наружной стороны. Набираю в шприц дихлоретан и заполняю все трещины растворителем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Приклеиваю защелку на штатное место. Жду пять минут и снимаю скотч для улучшения высыхания. Прошло 24 часа. Запаха нет и дихлоретан полностью испарился. Работа закончена. Ой, а кто это тут у нас? Синицы прилетели на завтрак. Кстати, те кто не видел как я делаю кормушку, можете перейти по ссылке сверху или посмотреть видео со страницы канала. На этом у меня все. Если вам понравилось это видео ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы одними из первых узнать о появлении новых видео на канале. Далее будет только лучше и интереснее. С вами был Реал Конструктор Стас. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин